Доброе всем утро! Сегодня на календаре 15 января 2023 года. В Харькове я продолжаю себе видео дневник. И что я вам хотела сказать. Спасибо большое всем, кто вчера писал, спрашивал, как мы, как я, как дети. Живы ли? Живы, всё хорошо, спасибо. Спасибо. Вчера с трёх часов дня отключили свет, и автоматически отключился интернет, отопление. И только в 3 часа ночи его включили свет, а отопление только утром. То есть за это время, со вчерашних трёх часов дня, дом остыл так. Несмотря на то, что на улице не так уж холодно, минус 2, минус 4, но дом, к сожалению, успел остыть. Просто до того, что ночью под одеялом было очень холодно спать в одежде. Поэтому, к сожалению, из-за отсутствия интернета, вчера никому я не ответила. Утром уже увидела, что очень много людей писала. Спасибо вам всем. Всё хорошо. Но я хочу сказать пару слов. Ну, это так, знаете, мысли, рассуждения о происходящем. Это лишь лишний раз подтвердились мои слова, сказанные несколько дней назад, что, несмотря на все комментарии, которые есть против того, что я говорю, несмотря на всё это, это всё равно война. И всё равно ракета может упасть где угодно, как я и говорила. Я попрошу сейчас воздержаться от комментариев, от политических комментариев людей, которые сейчас начнут писать, кто виноват в этом, кто не виноват, и из-за кого это всё. Пожалуйста, не делайте этого. Не делайте из моего канала политическую помойку. Я снимаю то, что я вижу своими глазами, снимаю видеодневник и рассказываю вам просто о своей жизни в военном Харькове за последние 11 уже скоро месяцев. Из того, что я вижу, чем бы мне хотелось сегодня поделиться своими мыслями, и это то, что, ну, как мы видим, как случилось опять вчера, ракета может упасть на жилой дом, как я и говорила. И, к сожалению, поэтому просчитать, что куда полетит и что откуда приземлиться невозможно. И это ужасно, живёшь просто, играешь каждый день в рулетку. Ну, допустим, не каждый, но судя, если посмотреть вообще на Харьков, то можно сказать и у нас были подобные прилёты, как вчера в Днепре, в Харькове на протяжении полугода. Пожалуйста, ещё раз говорю, я никого сейчас не обвиняю. Я не хочу сейчас в данной ситуации искать виноватых. Смысл не в этом. Смысл в том, что погибших, допустим, уже жизни не вернуть, и им уже всё равно, кто виноват, кто нет. Я не хочу, чтобы дальше погибали люди ни с украинской стороны, ни с российской стороны. Жизнь настолько прекрасна и быстротечна, что здесь не место войнам. Это пора заканчивать, просто взять и прекратить. И чтобы все жили в мире согласия, счастья, все были здоровы, никто не умирал. Безумие у них место среди нормальных людей. А у нас здесь сейчас отвлечёмся на этом постоянном точке. Сейчас я вам покажу. У нас опять проходят киньи... Ой, как это называется? Групповое занятие с кинологом. Вот видите, как здорово. Прикольно. И вот такая вот у нас сегодня река замёрзшая. Так, выйдешь на улицу и подумаешь, что как хорошо жить. Как хорошо просто жить. Как хорошо, когда просто есть свет и тепло в доме. И можно выпить чашку горячего чая с вареньем. И всё. И всё. И в принципе больше ничегошеньки не нужно. Ну и чтобы твои родные и близкие были здоровы. Я сейчас перебежала через дорогу, но машин не было. Поэтому прошу не судить строго. Всё хорошо. Бегу на работу. Сегодня у нас довольно-таки, ну как сказать, пошёл снежочек, но он такой маленький. Очень сыро. Очень сыро. И у меня уже отмерзает рука. Но ничего. Всё равно нужно пойти. Нужно работать. Нужно что-то делать. Продолжать движение вперёд. Потому что... Потому что... И помните главное. Все войны заканчиваются миром. До новых встреч. Ребят, а кто переживал, где же уточки? Река замерзшая, а вот под этим мостом, как всегда, есть такой кусочек оттаявшей воды, по всей видимости, там проходят какие-то теплые трубы под мостом. И все утки скопились там. Вот они все, вот они, смотрите, они все живы, здоровы и счастливы. Вот они, со своими замечательными красными лапками, они кричат там что-то, кричат и радуются. Я же с твоей мамой общалась, вот я вам рассказала, что это плавник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова